итак тема проповеди будет называться источник радости ибо Царство Божие, Римлянам 14,17 ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе Дух Святой приносит обличение неверующей грешной душе чтобы человек осознал, что он греховен но через это он приводит его, подводит его к Богу и показывает, смотри, Иисус умер за твои грехи, пролил кровь Он омыл твои грехи и в этот момент человек получает радость идет маленькое обличение и идет великая радость Дух Святой подводит человека ко Кресту подводит ко Христу и человек видит великую-великую радость что его грехи прощены его болезни Иисус забрал на крест его проклятие Иисус забрал что ему это не надо страдать, ему не надо отвечать за это представляете, такая радость приходит и вот здесь Павел говорит что Царство Божие это радость Иисус говорил, что Царство Божие внутри вас есть когда пришел Иисус, тогда и пришло в вашу жизнь Царство и чтобы оно проявлялось Нужно иметь общение со Святым Духом Радость является плодом Духа Святого и также частью Царства Божьего Галатам 5.22 Плод же Духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона, на таковых не распространяется закон такие люди не ходят под осуждением знаете, что такое закон? закон приносит напряжение когда есть закон а какие-то ограничители закон, вот когда полиция с тобой рядом будет ты будешь нормально себя чувствовать ты будешь думать, не дай Бог мне как-то там скорость нарушить или что-то ты не будешь себя комфортно чувствовать потому что к тебе сразу как бы дело будет они обратятся, спросят кое-что поэтому когда закон ты уже не находишься в напряжении, в страхе а вдруг я не то что-то сделал а вдруг сейчас Бог, я Бога обидел а вдруг я что-то нарушил о, я опять такой, такой, такой у тебя этого уже нету ты живешь в свободе, ты уже не задумываешься это не повод к распутству это повод к святости еще больше святой, да, освящается еще там есть еще да, мы святые как мы стали святыми? потому что кровь Иисуса омыла нас но с нашей стороны надо что-то делать? ну да, не грешить Иисус сказал, иди больше не греши не может человек теперь использовать для своих целей святость Божию Бог меня омыл на кресте поэтому я могу делать все, что угодно но Бог меня омыл нет, это Бог тебя омыл а ты-то что делаешь дальше? если Он тебя омыл, ты должен жить святой жизнью и святость должна увеличиваться аллилуйя сегодня мы будем рассматривать эту историю о младшем сыне притча о блудном сыне почему он назван блудным? потому что он желал греховного он желал веселья и он желал веселья греховного поэтому он назван блудным потому что он с блудницами расточил все имение отца все наследство не вложил не преувеличил а просто протратил это говорит о том, что этот молодой человек был глупый в притче о блудном сыне мы видим, как радость играет ключевую роль в жизни человека вот мы будем читать младший сын хотел радоваться давайте мы прочитаем Луки 15, 12 и сказал младший из них отцу отче дай мне следующую мне часть имения и отец разделил им имение по прошествии немногих дней младший сын собрав все пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое живя распутно когда же он прожил все настал великий голод в той стране и он начал нуждаться по прошествии немногих дней он уже знал как и где он будет веселиться он искал радости радость ищут абсолютно все и молодые и старые и все люди и девушки и парни все хотят порадоваться посмеяться повеселиться оторваться но дело все в том что есть только один правильный источник радости а все остальное это подделка если есть оригинал то есть и подделка подделка очень похожая может быть она тебе может давать как бы искусственно тоже радость но потом что с тобой будет посмотри что потом происходит с людьми которые используют радость поддельную чего искал этот молодой человек он искал веселье он хотел отрываться пока молодой у него получилось то веселье о котором он мечтал отобрало у него абсолютно все он хотел веселиться он не рассматривал своего отца как источник радости он не рассматривал как объект радости он не рассматривал Бога как объект радости если сегодня о нас говорить если мы сегодня переносимся туда в ту далекую историю мы можем вернуться в наше время мы живем с Отцом Небесом но разве мы используем его как объект радости разве мы с ним смеемся максимум мы приходим виноватыми пред Ним и говорим я согрешил Боже прости меня и мы не можем пройти дальше мы не можем пройти в сердце мы не можем войти в комнату мы все где-то на улице мы все где-то в подъезде мы не можем никак войти к нему домой на кухню в гостиную в зал и там с ним побыть как-то вот у людей не получается не получается радоваться с Богом но вот скажите вот я задам вопрос кто последний раз смеялся в присутствии Божьем вы смеялись и радовались и веселились с Отцом Небесным просто вам было весело вам было очень хорошо итак молодой человек мечтал о веселье он мечтал о веселье он какие-то ролики смотрел что там 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 где весело там прикольно в тех клубах ночных туда вся золотая молодежь съезжается туда все такие классные девчонки и парни идут и он все мечтал он все это носил вынашивал и как только ему исполнилось там 18 лет я не знаю он сразу подошел к отцу он где-то что-то узнавал он что-то начал сам свою жизнь складывать склеивать планировать и он отца вообще не рассматривал знаете как многие пренебрегают своим Отцом Небесным как многие пренебрегают Богом они вообще ничего не хотят слышать о нем потому что когда ты ему говоришь пойдем в церковь Бог тебя коснется ты будешь истинно радоваться он смотрит как будто ты ненормальный как можно прийти в церковь и радоваться это не в церковь надо точно идти и не на трезвую голову ты будешь радоваться в церковь надо идти с таким серьезным лицом и с грехами с грехами чтобы грехи там замаливать но это говорят люди которые не знают Бога и не знают Писания а Иисус говорил следуйте Писание ибо через Писание вы можете получить жизнь вечную младшему сыну не хватало радости не хватало у него была еда он потом когда станет бомжом он будет вспоминать что даже слуги не говоря уже о детях даже слуги сытые ходят в доме отца это говорит о том что нужды в пище он не имел нужды в одежде он не имел он ни в чем не имел нужды физическом как бы но ему хотелось радости почему многие сегодня начинают пробовать наркотики вот у него такая жизнь как обычно ему как-то не по кайфу уже хочется что-то такое перченое что-то необычное что-то необычное попробовать но ты не понимаешь что такое блесна дьявола он же тот же еще рыбак он тебе закидывает блесну он знает что тебе понравится это и ты глядя как рыба глядит на блесну бросаешься не зная что это смерть твоя спросите у блудников спросите у алкоголиков спросите у наркоманов которых потеряли семьи потеряли средства к жизни стали бомжами одинокими людьми они мечтали о такой жизни никогда они мечтали о веселье они мечтали о наслаждениях о развлечениях но когда ты сегодня говоришь может быть перед чьей-то катастрофой давай приди к Богу Богом классно Богом радостно вот ты придешь к Богу тебе будет радостно а по прошествии еще дней тебе еще лучше будет а с каждым годом тебе еще как ты больше будешь узнавать Бога тебе не то что скучнее будет становиться а еще веселее и еще лучше он тебя не поймет он скажет не-не-не я приду потом в старости младшему сыну не хватало радости он забрал наследство чтобы радоваться и что да он радовался пока не закончили деньги и он стал бомжом он стал одиноким никому не нужным все закончилось осталось только в глубокой памяти что когда-то он был богатым когда-то у него были друзья когда-то у него была куча девушек а сейчас что сейчас ты бомж никому не нужный ничего нету он слоняется по улице и думает где мне подработать где мне подработать вот он к чему скатился вот к чему приводит греховная радость вот к чему приводит неправильный источник радости неправильно есть правильный источник радости есть правильный источник радости Есть неправильный источник радости. Вот когда блудный сын, младший сын, он же не знал жизни. Он, знаете, в молодости всегда кажется, что ты умнее всех. Ну, это все могут вспомнить себя и посмеяться. Но, ведь смотрите, когда он порадовался, он хотел радоваться. Он порадовался, он оторвался, он сделал все свои желания, он исполнил. Но ему потом пришел счет. Когда тебе дьявол дает радость, он тебе выписывает счет потом. Он вначале тебе ничего не говорит про условия. Про условия радости, которую дает он. Что вы скажете, нету радости, которую дает дьявол? Есть. Есть такая радость? Есть. Она искусственная. Она вызванная. Вот как колдовство. Это вызов. Вызов духовного какого-нибудь беса, демона. Так же и здесь. Радость можно вызвать. И вот когда он получил счет, ему нечем было уже платить. И от него написано, забрали все. Знаете, как вот Иисус говорил, что один должник был и должен был 10 тысяч талантов. Государя. И государь говорит, иди ко мне-ка сюда. Возвращай. Прямо сейчас. Возвращай 10 тысяч талантов. Это несколько миллиардов. Если в доллары перевести, это несколько миллиардов. Возвращай прямо сейчас. Говорит, нету. Выворачивает карман и говорит, нету, ничего. Нечего мне сказать. Нечего. Просто потерпи на мне. Потерпи. А он говорит, забрать его жену. Забрать детей. Всех забрать. Все арестовать его. Чтобы его, он был рабом до конца жизни. Хоть чуть-чуть чего-то отдаст. Но он говорит, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не надо, не надо. И он уговорил. И государь говорит, ладно. Прощаю тебя. Иди. И мы знаем эту притчу, что он пошел, он нашел товарища. Через 100 метров был товарищ, который ему всего лишь 100 евро должен был. И он на него налетел, душить стал. Душить. Тебя только что простили большие грехи. Но ты не можешь простить маленький. Долг. Тебе простили. Просто представь. Ты должен всю жизнь летать теперь в свободе. Любить всех. Всем помогать. Должен быть смиренный. А ты стал как дикарь какой-то. Нашел товарища. Ему нечем отдать. 100 евро. Это не такие большие деньги. Это не 4 миллиарда. И он налетел на него. Стал душить. Отдавай. Отдавай прямо сейчас. И когда государь услышал. Он говорит. О-о-о. Рано я его помиловал. Возвращайте-ка его сюда. В тюрьму его. Пока не отдаст всего долга. Знаете, что это означает? Пока не отдаст всего долга. Это долг, который будет длиться вечность. Вот так бывает. Представляете? Вот как этот блудный сын. Нечем больше платить. Пока деньги. Деньги платил. Знаете? Деньги заканчиваются. И нету больше никакой радости. А только печаль. Хорошо. Младший сын. Был неправ. Сделал ошибку. Глупость. Все. А что со старшим? Старший тоже хотел радоваться. Что говорит старший? Луки 15, 29. Но сын ответил, все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. О, да что ты. Ты неправду говоришь. Написано, что когда младший пришел к отцу и попросил наследство, тот разделил им имение. Почему же ты врешь, что тебе Бог ничего не дал? Ты не воспользовался. У тебя было лжесмирение, лжескромность. Ты не мог понять. У тебя были свои друзья. У тебя были свои тайные желания, которые ты скрывал. Но также написано в Библии, что он хотел радоваться. Он хотел радоваться. Старший хотел радоваться. Но не был наглым. Младшие, они очень наглые. Очень наглые. А старшие нет. Старшие скромные. Желания у них могут быть одинаковые. Просто младший наглый. Ему все позволено. А старший, он не будет так отцу говорить. Отец, что мне ждать твоей смерти? Я сейчас хочу наследство. Мне деньги сейчас нужны. У меня прет. У меня все. Я уже знаю, как я их потрачу. Где я буду и все. Не, он так не скажет старший. Старший отца уважает. Он воспитан. Он воспитан с уважением к старшим. Но это же не отменяет его желания внутреннего. Он же хочет веселиться с друзьями. Козленка. А друзья приходят. Он приходит к друзьям. И говорят, такой у тебя батя богатый. А тебе ничего вообще не дает. Ну, у тебя и батя жадный. И он ходит. Да. Внутри. Внутри ходит. Говорит, батя, он у меня жадный такой. Вообще ничего не дает мне. Вообще ничего не дает. А я все работаю. А я какие-то деньги вообще буду получать? И вот он так вот к отцу относится. И у первого сына, и у второго неправильное представление об отце. И у нас сегодня, как у детей божьих, то ли вы старший сын, то ли вы наглый младший сын, вы в какой-то из этих категорий. Вы неправильно представляете отца. Неправильно. Дьявол нам шепчет, что бог жадный и злой. Нет. Он щедрый и добрый. И любящий. И знаете что? Брат номер один хотел радости. Брат номер два хотел радости. И знаете, кто еще хотел радости? Отец. Он закатил вечеринку. Уже настоящую. Не надо было какой-то счет потом оплачивать. Эта вечеринка изменила жизнь. Это, понимаете, вот эта радость, которая исходит от бога, меняет всю твою жизнь. До тех пор, послушайте, это пророческое слово сейчас. Пока вы не откроете бога, как источник радости, вы будете несчастны. У вас будет штормить, вас будет кидать. Вы будете искать везде эту радость. Вы будете искать пустоту, заполненную пустоту. А радость всегда была рядом с вами. Понимаете? Нонсенс в чем? В чем? То, что радость рядом, но ты ее не воспринимаешь. Ты пренебрегаешь ею. Что? С отцом можно радоваться? Да. Что? Бог может заполнить все и дать мне радость? Да. Но многие не верят в это, даже верующие. И неверующие я вообще молчу. Старший хотел веселиться с друзьями, но просто не был таким наглым, как младший. Младший радовался с блудницами, старший хотел порадоваться с друзьями. Они все там хотели радоваться, но не отец для радости им не нужен был. Отец нужен был просто как кошелек. Ошибка этих братьев была в том, что они не рассматривали отца как объект радости. Помните, как проповедь называется? Источник радости. Если Бог не является источником вашей радости, ваша радость превратится в печаль. Я вам скажу, что много комиков, комиков, знаете, кто такие комики? Смешат людей. До слез смешат людей. Вот он выходит, он из пальца высасывает на ходу. Люди уже плачут от смеха. Но это не является истинной радостью. Да, ты поржал, ты поржал, проорал просто. Ты уже не мог смеяться, у тебя просто крик шел, потому что так смешно было. Это была искусственная радость. Особенно людям почему-то смешно, когда какие-то слова грязные говорят. Когда кого-то высмеивают. Какую-то национальность высмеивают. Какие-то акценты при этом делают. И сразу люди смеются. Смеются. Слезь дорогой там. И все. Ха-ха-ха. Вот насмешил. А вот этот комик, который сейчас стоял, смешил тебя. Просто на ровном смеси. Он стоит, а ты лежишь уже и катаешься с осмехом. Он спровоцировал эту радость. Он как бы колдовство сделал такое. Волшебство, колдовство. Что волшебство, что колдовство. Это одно и то же. Поэтому для людей, которые говорят, это колдовство. А это волшебство. Такое рождественское волшебство. Это те же самые бесы. Так вот, этот комик, который тебя смешил до потери пульса, он сам может ходить в глубокой печали и депрессии. И пить антидепрессанты. Сколько есть случаев реальных. Пришел один человек ко врачу, к доктору, к психиатру. И тот ему говорит, знаете, вам нужно сходить и посмеяться в цирк или куда-нибудь, где клоуны выступают. А он говорит, я сам клоун. Он сказал клоун. Не в плохом смысле, знаешь, эй, ты клоун. А клоун в том смысле, что он смешит. Глупости всякие делают. И люди, а-а-а, а-а-а. Если ты думаешь, что это истинная радость, то эта радость превратится в печаль. Отец. Главная причина радости. Отец. Это истинный источник радости. Наш небесный Отец. Если бы вы думали, если бы вы знали, сколько в нем молодости. Не представляйте его старым. Прошу. Если вы старый, и вы думаете, ну, Бог еще значит старее. Это неправда. Старина, морщины, сухофрукты. Это все пришло после греха. Не старый Бог. Не седовласый Бог. Он очень хороший. С ним очень весело. Да, он святой. Да, он превыше всех. Но зачинщик радости. Именно он. И они начали веселиться. Они. Старший так и не начал. Начали веселиться. Младший. И сам Бог, сам Отец. Иногда самые наглые, они во всем преуспевают. И тогда получил, и сейчас получает. А этот ни тогда не получил, ни сейчас не получает. Если ты старший сын, так же смирись. И не говори. О, я столько лет служу. Я никто. Я до сих пор ничего не имею. Тебе Бог скажет. Ты что? Я вот хотел бы, знаете, вот так показать. Но не буду показывать. Ну, у тебя все нормально. Бог тебе вообще никаких преград не ставит. Шведский стол, как Анатолий сказал. Иди. И бери. И хохочи. Проси его, чтобы он пронзил тебя. Чтобы ты радовался. Представьте. Человек может услышать одну новость. И у него слезы из глаз хлынут. И он будет рыдать. Представляете, вот человек, например, работает. Все нормально. О свое он думает там. Все. Вот ему просто звонок. И он просто начинает рыдать на взрыв. Вы знаете, что может также быть новость, от которой человек может просто взорваться от радости. Просто ходить и ликовать, и радоваться. Все зависит от того, какую новость вы услышали. Евангелие – это радостная новость. Отец – это источник радости. Отец – это допинг вашей радости. И вам не надо колдовство делать. Выбирать комедию, чтобы поржать. Или какую-то передачу. Или какой-то допинг. Наркотики, алкоголь. Не надо. Это плохо все заканчивается. Потом эти компании выставят вам счет. И отберут у вас. Все заберут. Человеку трудно поверить, что с Богом можно радоваться. Что он может наполнять радостью. Но это искаженные представления о Боге. У людей Бог ассоциируется с чем угодно. Но только не с радостью. И это работа дьявола. Откажись от этого. Открой Бога как источник радости. Открой. Вот когда у тебя плод. Вот когда твой христианский характер. У тебя будет любовь. Радость. Мир. Долготерпение. Воздержание. Кротость. Вера. Милосердие. Вот когда. Когда ты будешь с Богом проводить время. Когда ты будешь радоваться. Ты будешь таким же становиться. Если источником нашей радости является не Отец. То это дом. Построенный на песке. А судьба такого дома. Разрушение великого. Почему? Сегодня мужья уходят из дома. Оставляют своих жен. Мне уже с ней не радостно. Мне уже с ней не весело. Пошел где-то радоваться. Знаете, жизнь его превратится в еще худший ад. Тут он не радовался. Там будет он кричать от боли. Почему сегодня люди пренебрегают? Они думают, что они могут делать все, что захотят. Слово Божие тебе говорит. Ты можешь делать все, кроме греха. Все, кроме греха. И человек такой. Так это же ничего нельзя тогда. А, ты вот так думаешь? Нет. Поверь. С Богом в Боге можно все делать. Просто приди и проси его, чтобы истина тебя освободила от неправильных представлений, от неправильных картин, от неправильного Бога. Ты Бога вроде правильно называешь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Но в голове он у тебя, Зевс. Или кто-то еще. Строгий дядька. С электрошокером. То есть, если ты согрешишь, молнию посылает сразу тебе. И ты не можешь представить, что с отцом можно веселиться, хохотать. Можно купаться, можно кушать. Он может рассказывать смешное. Ты можешь с ним проводить время. А ты такой думаешь, это как это я буду выглядеть среди людей? Это я вот так вот сяду, начну так себя представлять с отцом. И мне так станет хорошо, начну смеяться. И люди будут крутить у виска. Эти люди вначале только будут крутить у своего виска, потому что им надо подкрутить. А потом придут к тебе и скажут, дай мне. Дай мне этой радости. Почему в первые века к людям, к христианам, их считали ненормальными сектантами, а потом становились христианствами, христианство еще больше росло. Потому что вначале, да, кажется, ненормальный человек. Че он радуется? Че он радуется? У него столько проблем. А потом сами становятся под таким, потому что понимают. Поэтому давайте сейчас помолимся.